Глава вторая Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга. Люди самые разнообразные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили. Приехала дочь князя Василия, красавица Елен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как самая обворожительная женщина Петербурга, молодая маленькая княгиня Балконская. Прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мартимаром, которого он представил. Приехал и аббат Марио и многие другие. «Вы не видали еще или вы не знакомы с моей тетушкой?» говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах. Выплывши из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости. Называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку. И потом отходила. Все гости совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетушка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие из приличия не выказывали поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Молодая княгиня Балконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее, короткость губы и полуоткрытый рот, казались ее особенностью, собственно, ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровье и живость и хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим мрачным молодым людям казалось, что они и сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней, видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно. Тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь маленькими быстрыми шажками, обошла стол с рабочую сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван около серебряного самовара, как будто все, что она не делала, было увеселение для нее и для всех ее окружавших. «Я захватила работу», — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе. «Смотрите, Аннет, не сыграйте со мной злой шутки», — обратилась она к хозяйке. «Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана?» И она развела руками, чтобы показать свое в кружевах серенькое изящное платье, немного ниже грудей, опоясанное широкую лентой. «Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех», — отвечала Анна Павловна. «Вы знаете, мой муж покидает меня», — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. «Идет на смерть? Скажите, зачем эта гадкая война?» — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен. «Что за милая особа эта маленькая княгиня?» — сказал князь Василий тихо, а не пауне. Вскоре после маленькой княгини вошел массивный толстый молодой человек, стриженную головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого Екатеринского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной. — Очень мило с вашей стороны, месье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгиней, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами. — А вы не знаете аббата Марио? Он очень интересный человек, — сказала она. — Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно. — Вы думаете? — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь, и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел. Теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера. — Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин предельной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, назамечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкавшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мартемары, и отошел к другому кружку, где говорил Аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услышать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Марио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая, высказать свои мысли, как это любят молодые люди.